Сегодня вам расскажем про функции условного моделирования в макромайне, какие данные нам необходимы для работы с условным моделированием и что мы можем получить в итоге, используя функции условного моделирования в макромайне. Для начала немножко теории, чтобы вам рассказать, чтобы у вас было представление, что такое условное моделирование, как оно работает. Условная модель сама, она это математическая функция, которая может быть использована для определения модели в любой точке констанции. В макромайне мы используем радиальную базисную функцию, там используется такой метод, как шагающие кубы, которые в итоге позволяют нам превращать модель саму каркасную в каркас. Шагающий куб работает следующим образом. Сейчас я вам продемонстрирую. Когда мы с вами указываем экстенты, в которых у нас будет создаваться каркас, у нас создаются кубики. Кубики делятся на 256 числей по каждому направлению оси, то есть по X, Y и Z на 256. Смотрите, вот это вот пример, как у нас происходит создание каркаса безусловной модели. То есть серая линия у нас сама условная модель. А сам кубик и на крайних кубика у нас появляются точные. После этого у нас происходит создание триангуляции. Если у нас будет один шаг, тогда будут соединены точки напрямую. Это не совсем то, что нас интересует. Поэтому у нас делается несколько прогонов и подприняются каркасы по саму условную модель. За счет чего это делается? Во-первых, за счет уменьшения самих кубиков. Кубики у нас могут уменьшаться 8 раз. Уменьшились второй шаг, и у нас создаются, опять же, на грани кубика еще эти точки. И так до тех пор, пока у нас с вами максимально либо не повторится граница условной модели в виде каркаса, либо до восьми увеличений, уменьшений, точнее, этого кубика. Как у нас происходит работа со всеми данными? Так как у нас очень большой объем данных, может быть, психологический, разглаженный, если мы сразу будем обрабатывать все эти данные, тогда у нас достаточно долго будет создаваться модель. Для того, чтобы ограничить время создания, мы можем с вами использовать зоны вияния, где мы указываем, какое количество точек у нас будут обрабатываться за один раз. И таким образом мы можем сократить с вами время обработки каркаса создания. Итак, здесь функционал находится у нас во вкладке моделирования. Моделирование условное моделирование. Здесь есть функции, которые позволяют создавать структурный тренд, создавать каркасы по содержанию и политологии, создавать разломы. Также мы можем создавать с вами каркасы подземных угодных выработок. Давайте рассмотрим первый инструмент, который позволит нам создать структурный тренд. В этом инструменте мы с вами можем использовать CMP. Ради примера, давайте рассмотрим простой вариант. То есть, когда у нас есть какая-то складка, и нам с вами необходимо проинтерполировать содержание в блочную модель. Но в таком случае мы либо будем каждый раз задавать с вами им все по-разному, либо менять его ход, либо нам придется с вами использовать на МЧД пояс. Есть у вас вариант использовать структурный тренд. То есть, как это работает? Используя эту складку и инструмент создать структурный тренд, мы указываем CMP, по которой будет ситуация. Интенсивность – это у нас размеры самого эллипса, эллипсоида. То есть, это зависимость первой и второй оси к третьей. Можно представить эллипсоид, который мы обычно используем для интерполяции. Здесь идет зависимость первой и второй, к третьей оси. То есть, в пять раз будет первая и вторая оси больше, нежели третьей. Размеры ячейки – это у нас с вами в пределах вот этой вот границы, которую мы используем, будет размер наших эллипсоидов, которые у нас построятся. И запускаем. После того, как у нас функция завершилась, у нас создаются вот такие вот эллипсоиды. Менять размер их мы можем, как же, в этой функции, как я сказал уже, за счет изменения размера сити. Это простой вариант, как мы можем с вами применять, то есть по складу. Здесь эллипсоиды в зависимости от направления поингуляции. Это первый вариант. Второй вариант, когда у нас с вами имеется несколько ЦНП, и нам необходимо смоделировать локальный тренд. Как это мы делаем? С помощью этого же инструмента только уже мы с вами будем использовать две ЦНП. Здесь указывается зона влияния, то есть от ЦНП, насколько у нас зона влияния на эллипсоиды, то есть на сам тренд. Показывает какое влияние. После запуска у нас строится коротка. Как я уже говорил, мы можем с вами использовать зону влияния, если необходимо уменьшить количество вот этих эллипсоидов, чтобы они располагались только ближе к самой ЦНП. Этот структурный ЦНП мы можем с вами использовать при интерполяции точной модели методом фридинга 20-й версии. С одним из методов фридинга у нас появилась возможность использовать помимо стандартной формы поиска и динамического поиска сам структурный тренд. И еще вариант есть. Это можно в плочную модель переинвести значение из структурного тренда с помощью инструмента модулирования заполнить плочную модель. С помощью этой функции мы можем значение по вкладкам из структурного тренда заполнить плочную модель и используют уже методи обратного настроения. Дальше. Следующий инструмент – это моделирование разлома. Допустим, на поверхности у нас с вами было посещено какое-то нарушение в виде стринга. И нам необходимо построить с вами разлом. Мы можем использовать стандартные функции создания PAMP, либо мы можем использовать с вами условное моделирование, инструмент, который позволит создать разлом. Здесь у нас используется сам файл по течению, допустим, на поверхности, и указываются данные по углу падения и углу направления падения. Угол падения у нас должен быть в пределах от 0 до 90 градусов, направление падения от 0 до 360. То есть 0 – это у нас север, а 90 – это у нас 100 и так далее. Также здесь есть возможность использовать дополнительные точки. Какие точки у нас могут быть дополнительные? Допустим, если мы с вами в термии смогли тоже подсвечить этот разлом. Вот у меня две точки из этих, которые определяют стечение скважины этого разлома. Мы можем использовать, и уже в этих дополнительных точках нам не обязательно с вами указывать коды падения или ажи-мопадения, если у вас не направлено, если не направлено на это время. Здесь указываются точно так же экстенты, и есть возможность копировать точки попадения. То есть те, которые у вас были подсечены на поверхность, используются в первом файле. На вкладке «Вывод» смотрите, у нас есть возможность корректировать каркасовые параметры по другому каркасу. Во-первых, это качество. Качество означает в основном длительность обработки вот этой функции. Низкое качество означает, что у вас каркас будет создан более быстрее. Высокое качество означает, что функция будет обрабатываться дольше, но с реангуляцией в топовом каркасе у вас будет более скважина. Здесь, допустим, когда вы только первый раз запускаете условное моделирование, вы можете использовать параметры низкого качества и посмотреть, что у вас будет после первого, второго и третьего файла. Также здесь есть инструменты, которые позволяют настроить итоговый каркас. Во-первых, это максимальный размер реангуляции. То есть мы можем контролировать по размере сети, какой будет размер клеукольника. В данном случае этот метр будет. Это не обязательно с самого начала делать. То есть все-таки рекомендуем сначала без этих параметров запустить процесс и посмотреть, что у вас получится после первого файла. А после этого уже можно использовать данный инструмент для того, чтобы изменить каркас. Но опять же, если вы будете указывать слишком маленький размер, то у вас функция будет дольше обрабатываться. Потому что каркас уже будет тяжелее. Дальше. Призвать каркас с данным вводом. Этот инструмент позволит вам более тщательно сформировать каркас из условной модели, которая строится изначально. Здесь по умолчанию стоит один метр. Чем ближе, чем больше будет упрощение расстояния, тем ближе у вас будет больше будет смещение каркаса в этих параметрах, если они находятся в этой стороне. Упрощение каркаса это, чтобы у нас не было слишком большого количества вершин и треугольников в этом каркасе. Тут также указывается фонарный допуск, это смещение вершин, насколько допускается. И после завершения мы можем с вами получить условную модель. Этот параметр имеется в каждой функции условного моделирования. Для того, чтобы после завершения у вас имелся файл условной модели, который вы можете после этого, если вдруг вы потеряли каркас, из условной модели вы можете преобразовать каркас. Это, допустим, в северном разломе, в условной модели. После запуска. То есть тут опять же все зависит от количества ваших данных, а насколько долго будет работать этот процесс. Если данных очень много, тогда будет создаваться сначала условная модель, а после этого уже будет во время процесса в условной модели отображаться каркас. По завершению создается такой вот разлом, как раз. Если мы посмотрим, чтобы исходные данные было видно. Сам разлом учитывается, линия, и учитываются вот эти вот точки сечения, которые у нас были в скважине. Сам каркас разлома у меня получился выше топоповерхности. Это потому, что когда я указывал экстенты, у меня экстенты были больше поверхности. Но стандартные наши инструменты по работе и редактированию каркаса позволяют это исправить инструмент пересечения, который уже вам известно. И после их применения у нас создается второй каркас. Смокрование – это большой плюс, что мы можем получившийся каркас уже как-то дополнительно изменить. Либо с помощью, опять же, функции условно-моделированной модели, я скажу чуть позже, либо облачной. И таким образом мы с вами можем создать каркас по всем разломам. Получив представление, какие у нас более старые разломы, какие более молодые, мы можем с помощью операции пересечения обретать один к другим. Дальше. Следующий инструмент, который мы с вами рассмотрим, это создание условной модели по содержанию. Здесь хотелось бы застрить ваше внимание, какие исходные экраны нам с вами необходимы. Используется база данных слайдов. Для лучшей работы функции рекомендуется исходный файл опробования получить файл композитер. То есть разбить опробование на одинаковый размер, на одинаковый интервал. Мы должны использовать с вами абсолютно все данные. То есть те, которые у нас содержатся в содержании, где у нас минерализация, и те данные, в которых у нас нет никаких содержаний. То есть заведомо не минерализованных породов. Если мы будем использовать только те данные, в которых у нас есть содержание, то у нас создастся некорректная модель. Потому что для создания интересующих нас корпуса мы должны в программе указать ограничения, чтобы создавать у нас границы труда-порода. Здесь мы используем с вами поле, в котором данные содержания. Насчет числовых исключений. Мы все привыкли, что числовые исключения, когда видим эту кнопку, всегда поставляем. В функциях условного моделирования нам с вами не надо пропускать пустые записи и пропускать записи, которые в зиму. То есть если там у нас учебка пустая, нам эта информация все равно необходимо учитывать. Поэтому эти галочки мы не используем. Если у вас предварительно в фазе данных имеются отсутствующие интервалы, тогда это тоже будет дать ошибку. Поэтому предварительно вы должны с вами в фазе данных проверить отсутствующий интервал. Если они имеются, то ставите их. Если вы не знаете, как вставлять отсутствующий интервал, это мы можем сделать так, с помощью скважины создать. И здесь мы можем вставить отсутствующий интервал создать. Оргинатор, то есть скважины и поросы. Здесь и разбить, и сразу ставить отсутствующий интервал. Дальше, чтобы запустить основную функцию, как я уже сказал, мы используем базу данных в складе. Здесь очень удобно, что мы можем с вами посмотреть на инстаграме распределение наших данных. На вкладке опции, здесь снизу мы указываем границу, которые будут создать, как раз указываем разделение домина, как раз то, что я вам говорил. Если мы с вами будем сразу использовать все данные, которые имеются в наших фазе данных, тогда процессы создания условной модели у нас затянутся, будет очень долго обрабатываться. Поэтому для уменьшения времени мы с вами разбиваем наши данные в какой-то объем. По умолчанию здесь тысячи, сначала будет условная модель строиться по первой тысяче данных, по второй и так далее. Внутренняя пропорция для того, чтобы у нас создавалась граница между вот этими разграничивающимися доминами, чтобы у нас был плавный переход. Поэтому без границы, это у нас единичный, чтобы была граница, чтобы плавный переход 0,75. То есть у нас будет пересечение между вот этими зонами на 25%. Справа мы можем с вами настроить, как у нас будет происходить процесс. То есть если у нас нет представления, в каком направлении у нас тренд в наших данных, тогда мы можем использовать изобретательный. В таком случае после создания условной модели мы можем по нашим данным проследить в каком-нибудь, что уже сказал, тренд. Если тренд заранее известен, тогда мы можем использовать либо форму поиска, либо использовать файл структурного тренда. То есть я вам показал предыдущий. Сверху, модель RBF. Здесь мы с вами можем определить, как у нас будут обрабатываться данные до построения условной модели. Примерно, как мы с вами работаем с вариограммой. Дальше. На вкладке «Вывод» здесь мы с вами указываем, там бортовое содержание. То есть по каким данным у нас будут строиться каркасы. Сначала будут учитываться у нас данные от грамма, после этого от 3 грамм, от 5 грамм и от 10. Если выйти к пределу, то будет строиться каркасы. Здесь указываем файл, куда будем сохранять. Вот эти параметры уже мы с вами рассмотрели. Есть возможность замкнуть каркасы на огольные рамки, чтобы они были солидными. Если параметры не будут, то, соответственно, они будут замкнуты. Есть возможность не учитывать объемы меньше, чем какой-то определенный объем, чтобы не было маленьких пузыриков вокруг наших данных. И автозапросы, чтобы каркасы у нас сразу визуализировались. Здесь опять же, длительность работы этого процесса зависит от количества ваших данных. Ну и если у вас пока данных предварительно не произошел, если к нам имеются ошибки, тогда процесс может дотянуться на очень долгое время. Поэтому прежде чем работать в форме моделирования, залезть в ваших формах данных и ставить все ошибки. для корректной работы. Сейчас у нас с вами не так много данных, поэтому процесс, в принципе, на долгое время затянется. Единственное, что я разбил их на SSD-паркас, то есть в 24 паркаса. Основное моделирование очень удобно применять, когда у вас неравномерная буровая сеть, то есть по пури на переначальном дыре, не по профилям. Но это, опять же, надо очень внимательно осмотреть, чтобы у вас не получились бутыликов, чтобы на одной сплажне, я говорю, какие-то бутыликов не наклеили. В следующих функциях я вам предложу возможность дальнейшего исправления вот этих паркасов, которые у нас получились. Если у нас не устроен паркас, мы можем в теле строить, не используя исходные данные, а используя интерполированные точки. То есть в инструментах создания паркасов по металлогии, то есть инкрузии, жилы. Мы можем создавать какие-то дополнительные данные, и потом в микромайне вставлять точку, допустим, в местах, где мы сами предполагаем, что у нас хранится тело, либо удалять лишние, если вы не согласны с инструментом располагаемых летов с проблыми данными. Также, по-прежнему, хочу вам напомнить, что сейчас у нас идет шахта открытия, в которую вы можете задать вопрос и получить на высотрытую бесплатную лицензию. Мы интерпретим дома, если у вас удаление регулярно, у меня возможность получить вашу работу на лицензию, или работать в ней с акционной лицензией. И она выдается на месяц. Авция уже запущена, поэтому на нашем сайте вы можете запросить эту лицензию. Для тех, кто это уже сделал, хочу вам напомнить следующее, что для того, чтобы изучать новые инструменты в Макрамайне, вы можете это завершить, вы можете скачать демонстрационный проект. Он в ссылке вам указывается, когда вы запросите лицензию. Если вы заметили это, это можно сделать из Макрамайна. Через вкладку «Скратка», «Загрузить дополнительные данные». И там будут и исходные данные, и запомнены большинство форм, которые имеются в Макрамайне. С помощью этого демонстрационного проекта вы можете изучать Макрамайне без дома. Так, вот у нас построили каркасы после держания. Самый большой каркас, он был создан по данным от грамм. После этого каркас поменьше, который был построен, от 3 грамм. Следующий от 5 грамм. И самый маленький каркас будет от 10 грамм. В Макрамайне также большинство устанавливается, что вы можете причину исправлять каркасом, если вдруг вы не согласны с собой. Все эти инструменты, думаю, вам знакомы. Если вы знакомы, тогда вы можете записаться к нам на базу курса и рассмотреть нам блюдо, написать нам техническую поддержку. Следующий инструмент, который мы с вами рассмотрим, это создание интрузии, создание каркасов по глипологическим данным, по геологическим данным. Для этого мы заходим в условное моделирование и выбираем интрузию. Раньше это был единственный глипологен. Сейчас он разделился на интрузию и на живу. То есть живые тела, они обработаются уже лучше, чем в 17-й версии. Здесь, смотрите, мы с вами будем использовать символьные поля. Для этого мы указываем, какие данные нам включать в условную модель, и данные не исключать. Это то, что я вам говорю, что мы должны использовать абсолютно все данные в базе данных в скважине. Вкладка точечные данные позволяет использовать файл, если у вас имеются какие-то дополнительные точки, вы заметили, что, допустим, вот здесь вот, где-то у вас неправильно, должно быть шире тела, либо наоборот меньше. То есть это поля точечных данных, которые вы используете для указания границ между профилями. Границ каркаса. Здесь мы с вами точно так же указываем распределение нашего домена на 1000. Можете использовать полномочение 1000, максимальное количество точек в атмосфере 2000. Если вы будете использовать 2000, в таком случае, ну и чем больше точек, тем у вас дольше будет обрабатываться этот процесс. Поэтому используйте для начала инструменты, ну, параметры полномочения. Давайте посмотрим, как у нас создастся этот каркас. Если у вас очень долго обрабатывается, то есть, правда, с дневни до вечера, и не построилось, проверяйте ваши профилями, возможно, есть там ошибки. Сталкивался с такой ситуацией, когда у специалиста была два заданных, и там в одном месте, каким-то чудным образом, было 5 или 6 скважин. И в этих скважинах разные значения. Поэтому, с этого условная модель, условная моделирование допусталась, отрабатывая эти данные, в одном и том же месте, там бывают какие-то какие-то код пожили, и код по какими-то известнякам. И это смешало условную модель. Поэтому проверяйте ваши данные. Вот пример, как мы можем построить. У нас композиты наши. Я строил по ходу интрузии. Если у нас каркасы выходят за пределы поверхности, то вы, наверное, уже знаете наш инструмент, который позволяет обрезать. После этого инструмента, каркас, операция, пересечение, либо интерактивный инструмент, каркас, сервис, пересечение. После этого у нас получается, после того, как обрежем эту поверхность, получаются вот такие вот каркасы. Если у вас несколько доминов, тогда запускайте в очеред, сначала первый, второй, третий, четвертый, и так далее, чтобы откроить их по порядку. Потом можно использовать операцию пересечения для установления порядка создания. Дальше. Следующий инструмент. Кстати, здесь я вам не указал. Когда мы используем терминт, выполняем моделирование интрузия, мы можем на вкладке выбрать создать интрополированные точки. Эти интрополированные точки после этого мы можем использовать для того, чтобы изменить наши данные, то есть если вы не согласны, с результатом условного моделирования, считаете, что между профилями в этом месте у вас должно быть шире. Вы можете использовать интерполированные точки и после этого создать другую модель. с помощью инструмента условного моделирования точки с атрибутами. Используется этот файл интерполированный в точек. Каждая точка, давайте покажу вам файл, самый исходный, каждая точка, она обозначается на скважине. Находится она внутри условной модели, либо находится за пределами условной модели. Если она находится внутри, значит у нее значение положительное. Если за пределами, значение отрицательное. Если это как раз граница, то значение у нее 0. На вкладке опции точно такие же данные у нас. И на вкладке вывод мы указываем с вами значение вот этого, то есть граница между нашими данными и породой. То есть граница в данном случае будет единичка. Ой, 0, извиняюсь. Можно будет эти точки изменить значение, добавить и перестроить каркас. Достаточно полезный инструмент, когда у вас очень много данных, и как-то вам необходимо дополнительно связь оправить между профилями либо границу и исправить. Создается примерно такой же каркас. изменять точки мы можем в физике. Это очень удобно. Если мы скрузили наш каркас, видим, что ага, вот здесь у нас наоборот должен учитываться каркас. Нажимаем на саму точку и в свойствах меняем значение с отрицательного на положительный. К примеру. Дальше. Следующее, что мы с вами рассмотрим, это создание контакта. СМФМ по контакту наших данных. Институт появился в 20-й версии. Моделирование, цельное моделирование. Контакт. Здесь вводом у нас опять же является база данных скважин и используются символьные поля. Мы можем создать подсечение по подошве, по кровле либо среднее подсечение наших данных. Также используют какие-то дополнительные точечные данные для определения границ. Здесь направлены экземпы, в которых будет создаваться наш сайт наше сайт и указываем на вкладке вывода, где у нас будет храниться как раз то есть пайл вывода. Здесь есть возможность создать дополнительные соль по соответственно подошве и по кровне. Посмотрим как у нас работает. Орли детальной я не рассказываю, потому что мы ограничены с вами во времени. Мы все не успеем все параметры рассмотреть. Если появляются вопросы, то можете обращаться к нам и переговорил рассмотреть варианты с курсами. Вот у нас создается вот такая вот это соль а сама цмп по рудному телу вот середина я создал по одному. Также мы можем обрезать лишнее верхнюю часть чтобы поверхность у нас не было контактов и работать уже с этими данными дальше. Следующий инструмент создание жил. Здесь достаточно удобно это применять для свойств месторождений для жильных месторождений. Используются на воде торча снегрянные поля и на вкладе вывода мы можем создавать дополнительные данные. То есть это каркас висячего лежачего бока и солиды. После запуска у нас создастся пять каркасов. Я поставил дополнительную галочку и у нас будет моделировано живо. во всех данных процессах где мы используем с вами базу данных еще раз напомню на всякий случай что необходимо в отсутствующих интервалах если они вдруг есть у нас в данных ставить какие-то значения даже если они будут у нас пустые это будут у нас ограничивающиеся участки там у нас не будет построен каркас. Если не будет этих данных тогда построение может быть некорректно. Что у нас будет на вводе в наших данных то вам стыд и вывод. Поэтому тщательно проверяйте ваши данные. После создания каркаса по условному моделированию мы на вкладке вывод можем также создать файл приколированных точек и с помощью этих точек дополнительно менять конфигурацию наших живых если в каком-то месте они согласны с результатом условной модели либо как каркас у нас с вами есть условная модель создался. По завершению у нас остается каркас живых и после этого у нас вспомогательный каркас лежачий облака и лежачий этом тубик у уже тубик дошел соли от под соли только одному боку по второму вот он сам каркас жив дальше следующий инструмент который я вам продемонстрирую это создание данных из облака точек сейчас макромайни для создания каркаса подземных формах выработок нам может пригодиться условное моделирование к примеру у нас имеется файер точечный вот такой и нам с вами необходимо создать каркас на данный момент мы можем с вами использовать инструмент создание из облака точек если у вас точек очень много в данном случае тогда мы можем их предварительно отсвести с помощью отбора точек он есть у нас как в инструментах зона моделирования так и в инструментах стринга здесь мы можем уменьшить количество давайте рассмотрим чем больше у вас точек тем больше будет процесс когда мы используем отбор у нас необходимо указать размер это размер кубика то есть будет оставаться ближайшая точка в центре данного кубика размер мы указываем в метрах сейчас я указал один метр и после запуска у нас на вводе было 147 тысяч точек в итоговом файле у нас остались только 5000 точек то есть это не новые точки и это те которые были ближе к центру кубика и после этого мы можем точек вот он итоговый файл почти 30 раз меньше точек и мы можем использовать создание облаку точек параметры точно такие же подбирающие функции после запуска у нас создается каркас который мы можем использовать смотрите в ближайшее время мы анонсируем новый инструмент который позволяет создавать каркасы по подземным параметры в ближайшие месяцы будет поэтому специалистам из маркшейдерского радио или тпо будет гораздо удобнее создавать каркасы по подземным параметры во-первых там и время будет меньше заниматься и каркасы будут достаточно точно получать в принципе за новостями в социальных сетях наших на сайте и будете первыми кто видит работу этой новой функции ну и конечно нового мы будем раскрывать все секреты сейчас создался каркас если очень долго у нас идет создание этого каркаса то мы можем с вами еще уменьшить да увеличить размер допустим кубик кубика уменьшить их количество также 20 версии напомнил нас в цель по импорту облака точек файл импорт там облако точек самые распространенные форматы файлы которые встречаются производства лазовские 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 можно импортировать в формат макраммон и обрабатывать также у нас в инструментах маркшеверского модуля модуль съемка появились инструменты по работе с шумами здесь вдруг в фазе съемки имеются какие-то выветы вы можете вручную обрабатывать но вы можете использовать новые инструменты которые имеются у нас в вкладке зрения после создания каркаса условная модель создалась сейчас идет создание самого каркаса под условную модель мы с вами увидим результат если вдруг у вас возникнут какие-то сложности всегда можете обратиться на технические подлежки написать либо на сайт или через трап связи с технической подлежкой либо если наши контакты вы можете написать что вам необходимо понимать что получились разные каркасы уже почти заканчиваются если у кого-то есть вопросы сейчас мы перейдем к разбору ваших вопросов вот у нас это будет как раз включить съемки и если имеются какие-то замкнутые связи либо щитки мы это можем по высшему устанавливать с помощью существующего функционала получить объемы по подземной выработке и использовать эти каркасы вы спасибо за внимание у меня на сегодня все давайте перейдем к вопросам если вдруг у вас они имеются смотри степан там разделе вопросы уже ряд вопросов нам поступил можешь перейти тоже да и прям по порядку сверху вниз можно по ним пройтись вычисления интенсивности я понимаю вот это вот да 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 речь была об этом да задавали вопрос когда ты показывал именно структурный тренд смотрите тут все зависит от того какого размера вы хотите получить сам элипсоид секторный тренд один момент так коллеги у кого есть вопросы есть раздел вопросов где вы можете их оставлять и на них соответственно будем по порядку отвечать чем больше вы укажете интенсивность тем у вас более вытянутый будет вот этот элипсоид чем меньше интенсивность тем больше он будет приближен к сфере то есть это у вас получается связь первое второе сни третье мощность тут попробуйте поэкспериментировать начать с реки допустим все зависит от вашего данного а там уже смотрите повторяет у вас есть все ваши данные либо нет направления ваших данных так моделирование по содержанию числовые исключения которые не надо ставить и символы программы заменим нулем да совершенно верно то есть потому что у нас должны быть все значения в базе данных поэтому вот эти вот параметры первые два давайте напомним то есть это во всех инструментах условного моделирования вы первые два числовых исключения не ставите пусть там будет ноль если у вас есть какие-то данные когда их необходимо внести если их нет то не оставляйте их не пропускайте их потому что тогда у вас эта область не будет исключать строение условной модели первые два параметра мы не используем как обычно привыкли так пример как выглядит база данных курения стандартная база данных состоит как минимум из четырех файлов ну из трех извиняюсь это у нас с вами файл устья скважин файл устья где у нас находятся данные по каждой скважине по каждой выработке координаты устья и глубина то есть вот у нас основные данные файлы устья это файл ну смотрите не всегда делается рис при курении то есть если у вас нет инфинометрии вы можете использовать файл густер добавить дополнительные поля изменить структуру добавить данные по азимуту курения и угол курения добавить эту информацию и подписать допустим проект если вы на этом экономите волосы организации если у вас не будет указаны азимут уклон и инфинометрия тогда программа будет предполагать что у вас вертикальная скважь ну и следом это файлы интервалов это файл который содержит данные откуда начинается интервал и где заканчивается этот интервал файл интервала у нас опробования политологии данные и так далее файл событий это файл в котором у вас при будении допустим было отмечено какое-то событие на 52-ом метре был какой-нибудь шок либо жилка которая нельзя измерить вы можете это все в отдельный файл события закисывать и потом визуализировать эту информацию если вас интересует тогда более детально как могут состоять базы данных то можете написать нам техподдержку либо здесь оставить вашу почту и мы с вами свяжемся с стрим пример наглядно тут все зависит от организации как организация примет структуру так точечные данные дополнительно используемые в моделировании других точках должны быть записаны такие файлы не обязательно это можно не записывать то есть оттуда будут использоваться все точки которые имеются в этом файле абсолютно все если какие-то точки вам не нужны тогда вы их выбираете с помощью фильтра здесь на этой вкладке вы можете также использовать параметры по направлению падения и упадения в этих местах в этих точках которые вы указали самое главное это файл в котором имеется координаты у этих точек следующий вопрос возможно ли интерполяция содержания рбф методом блочную модель мы можем условное моделирование использовать для создания каркасов которые будут ограничивать наши рудные тела а вот интерполяция содержания рбф пока что нет потому что мы используем с вами метод и по один из методов тренинга а условное моделирование метод мы используем именно для создания каркасов метод дальше по каркасу по типу можно ли скручивать отрицательные значения более отрицательными чтобы каркас был более консервативным здесь вы можете добавить дополнительные точки обычно когда используется рбф условное моделирование получаются такие заглажины я понимаю что вы имеете ввиду про полученных каркасов вы можете конечно использовать параметр максимальный размер треугольника указать в таком случае у вас будут большие треугольники будет приближен к традиционному методу моделирования каркасов но в таком случае не будет отображаться всей конструкции рудного тела каркасов поэтому сильно не советую использовать этот параметр очень хорошо может пригодиться но если вы укажете большой размер треугольника конфигурация ваших каркасов не будет совпадать с реальностью насчет методичек также вы можете зайти на наш форум через сайт наш macromine.ru там сверху имеется переход на форум на форуме мы выкладываем как методички в каких-то темах так и разбираются вопросы по работе с какими-то отдельными функциями инструментами решения задач здесь отвечают как технические специалисты так и наши пользователи здесь весьма нестандартные решения все задействуйте не пожалеете так андрей есть ли какие-либо инструменты для создания автоматических подверстий экстраполяции в жилах на нужное пользование в расстоянии в метрах когда мы работаем с жилой здесь нету этих параметров есть возможность установления расстояния экстраполяции при моделировании содержания здесь на вкладке опции мы можем с вами выбрать экспоненциальный и в диапазоне вот здесь указывать расстояние экстраполяции значение если будет больше ну то есть данные не будут создаваться за пределами этого расстояния которое вы здесь указываете расстояние указывается в метрах в жилах такой нет потому что в жилах если вас смущает то что у нас получилось что такая вот большая жила то чтобы изменить ее вы можете использовать стандартные инструменты редактированные то есть если она выше вашей поверхности просто получить пересечение по поверхности и жила если снисло вредность вы можете использовать инструменты редактирования как раз сервис либо вреда с линком, либо в другой поверхности, в другим каркасом, в живых контрактах. Либо вы можете попробовать через интригию создать. Есть ли возможность спросить последовательность образования эффекта линокса в друкционном облике? Смотреть ли они сейчас, у нас это находится на этапе разработки. Но с помощью существующих инструментов мы можем это сделать, получив каркасы, чтобы получить пересечение, то есть, зная, какой каркас у нас, рудное тело, диалогика, структура. Более молодая, мы можем взять через каркас операции пересечения и обрезать другую структуру в другой. Чтобы это можно было делать сразу на этапе слофа наглирования, это будет сейчас расплатно. Также следите за новостями, информация эта у нас появится, как только произойдет. Ну, в следующих версиях, соответственно, пока что не буду раскрывать все тайны наши. Дальше. Здравствуйте. При неравномерной сети бывает иногда неправильное построение. Например, две сближенные скважины имеют разницу в высоте отметки в 10 метров, что вызывает резкое помещение функции. А потом функция это как бы компенсирует сильным завершением каркаса. Своего рода компенсирует все впадины в силе разрешения. Тут надо попробовать, то есть сама условная модель, она создается точно под данным. Тут надо попробовать на вкладке «Вывод» работать с допуском привязки и с максимальным размером для угольника, чтобы у нас каркас был выбран под условную модель. И посмотреть исходные данные. Возможно, до исходных данных что-то не так. Я помню, Вы прислали нам данные. Если это те же, могли бы Вы опять написать сообщение? Мы попробуем Вам помочь разобраться с этим. Так, Антон, можно ли где-нибудь скачать данные, по которым Вы сегодня показывали примеры моделирования? Да, конечно. Все эти данные, они находятся в демонстрационном проекте. Скачать Вы его можете через окно Махармайна, справка, загрузить дополнительные данные. Используя эту страничку, там появится сообщение о демонстрационном проекте. Нажимаете «Скачать» и там Вы можете скачать демонстрационный проект для каждой версии Махармайна. 2020, 2018, 2016 и так далее. Это можно скачать, да. И если Вы возьмете акцион лицензию у нас, когда Вам придет сообщение, в котором будет написано, что Вы можете скачать демонстрационный проект по этой ссылке. Когда яков это будут точки границ, то есть по этим точкам будет проходить граница каркаса. Как ВКЗ смотрят на каркасы по содержаниям, построенные условным моделированием? Тут вопрос такой, достаточно непростой, потому что ВКЗ, в принципе, до сих пор у нас используется два метода. Отчета запасов – это в программном обеспечении и ручное кончение. И как они рассматривают данные каркасы, полученные из условного моделирования, у меня пока нет информации. Но хочу сказать, что в мире применяется условное моделирование. То есть Вы можете смотреть отчеты и узнать, что применяются каркасы, которые создаются посредством национального форма моделирования. И создаются как конкретно у нас в России. И я пока что не гладя информацией против Вам не буду. Всем спасибо. Будем рады Вам помочь, если появятся вопросы. Обращайтесь. Да, если что, в любое время, конечно, пишите, звоните на нашу общую почту www.mmrush.com И не забывайте про то, что сейчас есть возможность воспользоваться акцией с бесплатной лицензией на месяц. До новых встреч. Всего хорошо. Пока! Пока!